И всех святых помилуйте, спаси от нас, jako verg и человека любишь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Пасхальное приветствие звучит сегодня в Георгиевском храме. У церкви престольный праздник – День великомученика Георгия Победоносца. Именно в этот день, а в 1945 году он совпал с Днем Пасхи, фактически закончилась Великая Отечественная война. Люди собирались не у кранов телевизора, не у интернета, а они всегда собирались на молитву. И благодаря молитве совместной Господь избавлял от беды. И мы верим, что и молитвами великомученика Георгия Поведоносца, в день которого была окончена война, а 9 мая тоже был подписан акт о капитуляции, что Господь сохранит и нашу Россию, и наш город Ивантиевку. Георгиевская церковь, старейшая в Ивантиевке, первые исторические свидетельствования о ней относятся к 1573 году. Тогда церковь была Клецкой. Храм неоднократно перестраивался, но всегда оставался деревянным. В основе здесь, под обшивкой позией, еще остались венцы 16 века, времен Бориса Годунова, потом, значит, времен, когда принадлежал Шереметьевым, и целый ряд здесь больших знаменитостей владела и селом, и храмом. Услышана страстотерчия Христов Георгия. В 18 веке церковь была приписной к Сергеевскому храму в Камягино. В послереволюционные годы и в Георгиевской изымали церковные ценности. В середине 30-х в церкви сбросили колокола, но никогда храм не закрывали. Она хоть и маленькая, такая вроде бы деревянная, скромная церковь. Ну, во-первых, она никогда не была поругана во времена даже атеистического этого гонения страшного. Она всегда существовала, она жила. Хотя другие храмы в Авантиевске были все закрыты и все. И поэтому, вот, наверное, благодаря ей, может быть, тоже, благодаря тем бабушкам, как говорят, в белых платочках, они веру сохранили. Среди известных и почитаемых прихожан церкви герой России – космонавт Михаил Тюрин, директор строительной компании Михаил Мартинец. Год назад рядом с Георгиевской церковью при поддержке городской администрации и лично главы города Сергея Гриднева начали возводить новый храм. Кто-то молится, кто-то исповедует, кто-то причащает, а кто-то и кирпичи заказывает и носит. И договаривается с рабочими – это все очень и очень важно. И вот я бы хотел подарить этому храму, новому храму, икону Блаженной Ксении Петербургской. Вы знаете, что она очень любила строительство храма. И я хотел бы, чтобы она и в этом храме, в этом приходе помогла своими святыми молитвами. Это очень великая святая. Крестным ходом вокруг Георгиевской и дальше в строящийся храм, поднимаясь по хрупким строительным ступеням. Нижний храм завершен. Его посвятят Черниговской иконе Божьей Матери. У верхнего храма сейчас возводят кирпичные стены. Его осветят в честь новомучеников Ивантеевских, Павла и Николая и священномученика Александра. Церковь строят на благотворительные пожертвования горожан. И дай Бог, чтобы мы все через какое-то время оказались в красивом, светлом, большом храме, в новом храме, который будет построен в нашем городе, в городе Ивантеевке, при том в честь святых новомучеников Ивантеевских. Христос воскресе! Христос воскресе! И до сих пор не скажет, он же желтает для того, что есть. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости города.